Сегодня в Одессе еще и финишировал благотворительный велопробег «Украинцы в Европе». Его участники преодолели более 10 тысяч километров за три месяца. Завершили свой длинный путь в День независимости именно в нашем городе. Встречала велосипедистов Яна Нестеренко. Благотворительный велопробег «Украинцы в Европе» завершился ко Дню независимости Украины. Участники проехали более 16 европейских стран за 100 дней, а встречали их одесситы. Сегодня в 10 утра велосипедисты финишировали в Одессе у двух столбов. Организатором этой поездки стал участник АТО Константин Самчук. Мужчина рассказывает, спали по 4 часа в день. Иногда приходилось проезжать около 200 километров за сутки. Здесь все любители. Но главное, что украинцы смогли в очередной раз рассказать о своей стране. Украинцы мало что знают про Украину. Даже элементарные географические факты, что Украина находится в центре Европы, что Украина – наибольшая страна Европы. О том, чтобы они знали про последние события в Украине, про Майдан, про войну. Поэтому у нас еще одна цель – это рассказать европейцам, прорвать эту информационную блокаду, рассказать о войне, которая находится в Украине. Максим Скорик принимал участие в АТО с самого начала. Его мобилизовали еще в марте 2014-го. Служил в 12-м мотопехотном батальоне под Луганском. И велопробег стал новым испытанием. Для мужчины это самая длинная дистанция. Мне сейчас тяжело передать все словами, потому что каждого дня, а это 100 дней, вот мы ехали, это много новых людей, с которыми мы знакомились. Благотворительный велопробег собрал участников из разных городов Украины. Свой путь они начали со Львова, а финишировали именно в Одессе. На въезде в город ребят встречали наши велоактивисты, которые оказывали поддержку в течение всей поездки. Почему встречают Одесситы, а почему не Одесса? А кто еще? Мы решили встретить ребят, потому что всегда приятно, когда на подъезде или просто встречают братья по велодуху, так сказать. И это очень подбадривает. То есть официальные встречи это всегда круто, всегда хорошо, но есть дух еще нашего своего единства. Участники велопробега делятся впечатлениями. Говорят, самая большая украинская диаспора в Италии. Жители этой страны близки нам по духу и очень гостеприимны. После поездки ребята поняли, что в Украине стоит делать упор именно на информационную войну, учитывая ситуацию на востоке страны. В современном мире, если ты не воюешь информационно, то ситуация на фронте классичному будет всегда прогрессивна. Легко створятся мифы про Украину. Все знают про поедание детей, про мифичных фашистов-бандеревцев. Но эти мифы очень шкодят имиджу Украины. Поэтому нам нужно строить мощную информационную команду на государственном уровне. За сто дней участники благотворительного велопробега украинцы в Европе пообщались с нашими диаспорами из разных стран и с официальными лицами самих государств. Они считают, так и создается положительный имидж страны. Потому что ты сам рассказываешь, как есть на самом деле. С днем независимости Украину! Яна Нестеренко, Игорь Казанжи, 7 канал.